Путин в Китае, и это его первый визит после так называемых выборов. В России, наверное, все-таки большая надежда на КНР после того, как она осталась, по сути, в изоляции. Официальная причина визита звучит так. Углубление стратегического партнерства и продолжение политики добрососедства и дружбы между народами. А неофициально, как вы думаете, какая цель визита Путина? Я думаю, что это, конечно, переговоры, прежде всего, экономические. Несмотря на то, что в делегации нет Алексея Миллера, главы «Газпрома», газ очень важен для Китая. Собственно, для переговоров он особо не нужен. Он же крайне неудачный руководитель «Газпрома», при нем были достигнуты рекордные убытки. Я думаю, там вполне будет достаточно экономистов и политиков. Но вообще, конечно, пока визит выглядит очень комическим. Да, это первый визит после инаугурации, но это с такой помпой подается. Это просто действительно приезд царского поезда в Таганрог. Очень все подчеркнуто сусально, подчеркнуто пафосно. Огромная, невиданная по размеру российская делегация, что говорит об уважении со всех сторон. И пока очень смешные результаты этого всего. Конечно, пока главным результатом стала известная подписанная уже бумага по поводу проверки качества экспорта топинамбура. Земляной грушей уже все поражали по этому поводу. Главное соглашение, главный продукт. Но на самом деле, конечно, очень любопытное следует заявление. Пока то, что мы услышали, то, что мы увидели. Конечно, совместное заявление по Украине. В котором Путин, вообще Россия, демонстративно отоделась от войны. Это вот все по Сорокину, как в романе «Доктор Гарри». Это не я, это не я, это путинская речь, это не я. То есть товарищ Си и товарищ Путин выразили крайнюю заботенность войной, которая происходит где-то вот там, в Восточной Европе. А кто в ней участвует, что-то не очень понятно. И кто начал ее, тоже непонятно, но озабоченность очень велика. Забоченность, да. Все хотят мира, народы хотят мира. И как бы это ее прекратить, это непонятно. Хотя непонятно, кто начал, исходя из этого заявления. Я думаю, что будет очень интересна секретная часть. И, возможно, мы узнаем ее содержание, поскольку прошлый раз, когда была секретная часть, выяснилось, что у нее товарищ Си уговаривал Путина убрать ручонки свои шаловливые от ядерной ракеты, от ядерных зарядов. Поскольку сейчас, в общем, ситуация аналогичная, такая же. Товарищи Си очень устраивает война в Европе, но совершенно не устраивает шаловливые ручки около ядерной ракеты. Я думаю, об этом мы еще с вами поговорим и о заявлениях Путина по поводу Украины. Но я хочу, Ольга, вместе с вами проанализировать, кого же действительно Путин взял с собой в эту делегацию, кого он представлял, потому что взял он всех, кого можно и не можно, и нельзя. И у нас есть такой эксперт Иван Ступак, это бывший сотрудник СБУ, и он провел так называемую мавзолейную аналитику по поводу визита Путина в Китай. Официальные пропагандистские ресурсы описывают этот визит так. Вместе с главой государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав Кабинета министров, почти четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса. Звучит страшно, звучит очень угрожающе, но мы рассмотрим персоны и расстановку их очередности перед официальным представлением к лидеру Китаю. То есть он показал даже фотографии, отметил, кто стоит первым возле Путина. Это министр иностранных дел Сергей Лавров, далее идет секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, третьим первый вице-премьер Денис Мантуров, далее Татьяна Голикова и пятый вице-премьер Дмитрий Чернышенко, он занимается наукой, спортом, туризмом. Шестой вице-премьер Александр Новак и энергетика, экономика. И далее только идет помощник Путина Ушаков и заместитель руководителя администрации президента Максим Решкин. Девятое место поседает это усы Путина-Песков, так называемый род Путина. Ну и интересно, что вот новый министр обороны Андрей Белоусов, он идет под номером 11. Вот почему именно такое расположение? Как вы это объясняете? Максимально далеко от Шойгу. А можно ли предположить, что его расположение говорит о том, что в команде Путина он не очень серьезно воспринимается, и возможно он такой временщик на этой должности? Воспринимается он очень серьезно, но, собственно, он и есть очень серьезный человек. И я думаю, что пока не понимают, как вести себя с Шойгу, все-таки они держатся на максимально разных полюсах. Но я замечу, что, опять же, нет старшего Патрушева. Надо было брать либо одного, либо другого, они совершенно несовместимы. Ну и как-то очень слабо представлен клан Ковальчука. В общем, это такой действительно парадный поезд, который ничего не значит, ни о чем не говорит. Судя по тому, что Шойгу взяли в поездку, да еще и номером 2, рядом с Путиным, его в ближайшее время арестовывать не будут. Поэтому, скорее всего, на его месте я бы тщательно выбирала бы пищу. И внимательно смотрела бы за посолом Грибочков. Я думаю, что он не жилец. Это, конечно, произойдет не сразу, не завтра, не сегодня. Как с Пригожиным, в течение некоторого времени, я думаю, он почувствует себя очень нехорошо. А вот по поводу Шойгу, зачем он так важен Путину, что он, по сути, не потерял доверие? И мы видим, что расположение к Путину тоже. Я думаю, что как раз доверие он очень сильно потерял. И я думаю, что здесь Путин как раз руководствуется старой китайской пословицей. Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. Потому что если оставить сейчас Шойгу на хозяйстве и уехать в Пекин, в конце концов, а вот что было с Пригожиным. Не устроит ли он бунт, не устроит ли он мятеж, не устроит ли он что-нибудь еще. А кто его знает? Путин никому не доверяет. Поэтому сейчас, в общем, и друга своего Шойгу держал близко, но и врага своего Шойгу держит еще ближе. А то, что Патрушев остался на хозяйстве, вот он не устроит какой-то бунт? Патрушев бунт не устроит. Патрушев очень устраивает то, что его сын Дмитрий Патрушев стал вице-премьером российского правительства, и он его двигает в преемнике. Поэтому Патрушева оставлять на хозяйстве можно. А вот Шойгу осиротил. Нет ни начальника отдела кадров, нет ни его говорящей главы Коношенкова, и нет его кармана Тимура Иванова. И судьба их явно совершенно не завидна. И, конечно, в отличие от Патрушева, который пока получил почетную пенсию, я замечу, что примерно с такого же, такой же должность занял Любимец Путина, бывший губернатор Демин, его же бывший охранник Путина, и он теперь ровнее Патрушеву. И совсем недавно, даже еще с меньшей должности, ушел на главу счетной палаты Борис Ковачук, сын, собственно, всех этих Ковачуков. И вот эти должности, они смотрятся маленькими, смотрятся ничего не значащими, но это как пойдет. То есть какие-то... То есть здесь зависит все от фамилии. Когда Путин сослал на такую же должность по охране диких леопардов предшественника, соперника, вернее, Медведева, на посту трона блюстителя, была в 2008 году такая соревновательная позиция, кого выберет Путин в преемнике Медведева или Сергея Иванова, тогда министра обороны. Он выбрал Медведева, а Иванова запихнул в советник, как раз про охранники природы, где в последний раз мы его увидели, учтили увлеченного Памелой Андерсом. А что будет с этими, непонятно. Вот еще с меньшей должности Ковальчук шагнул на счетную палату, и никто не спросил, куда девался Кудрин. Он вообще жив? Он вообще как... Алексей Леонидович, подай голос, не знаю, махни нам рукой, выпусти зеленую ракету с дачи. Мы хоть увидим, что ты жив. Так же, как и Козак исчез. Никто не спрашивает, где он. Столько людей исчезает, ужас, из-под Путина. И здесь все может быть завернуто самым немыслимым образом. Путин, кстати, когда представлял нового министра обороны, он сказал, что массовые посадки членов команды Шойгу не планируются. Ситуация с Тимуром Ивановым, она носит достаточно локальный характер. Охоты на ведьм не будет. А вот почему не будет? Мы же, наоборот, все думали, пришел новый министр, сейчас будет контролировать все потоки, всю кассу приведет в порядок. Или, в принципе, Путин специально дает возможность, кто еще не набрал, набраться? Или будет. Будет или не будет, потому что как пойдет. Здесь же такое дело. Дорог любит посадки. Нет, конечно, сейчас министерство будет очень сильно, основательно будет перетряхаться. Конечно, Белоусов, он не военный человек, но так и не было военных министров обороны в России уже сколько лет. Шойгу не военный. До невоенного Шойгу был Мебельщик Сердюков. До Мебельщикова Сердюкова был тот самый Сергей Иванов, который по леопардам тоже в армии не служил. А до этого я уже не помню, кто был. Тоже ничего интересного. Собственно, последний яркий был Грачев, министр обороны, Лейтинский. И тем не менее, тем не менее, военные специалисты говорят о том, что Сердюков, Мебельщик, очень круто армию реформировал. От него, конечно, никого не осталось, ну, кроме таких закладок, мощных коррупционных лакун в министерстве обороны. После него было 12 лет. 12 лет пробыл Шойгу министром обороны. И, конечно, это, я считаю, я как пацифист считаю, что это прямо лучшее время, когда Министерство обороны страны-агрессоров возглавляет дурак и казнократ, ничего не может быть лучше. А сейчас, к сожалению, пришел человек умный. Умный, расчетливый, циничный, хорошо образованный и абсолютно бессовестный. Абсолютно. И ему совершенно все равно. Ему не свойственно будет и вообще не свойственно страдать по поводу того, что Россия над кого-то напала, какая-то агрессия. Нет, ему надо победить. И совершенно наплевать на все остальное. И будет побеждать. Кто пытается это сделать? То есть, на самом деле, задача усложняется. Я еще вернусь к теме того, кто ближе к телу к диктатору. И мы говорили, что на первом месте в этом визите в Китай был Сергей Лавров. Это значит, что, по сути, физической замены ему не существует и он действительно очень-очень нужен Путину? Ему нет никаких претензий, никогда не высказывались. И даже какие-то выходки мадам Захаровой всегда у с рук сходили. Нет-нет, Путин очень доволен Министерством финансов, доволен Силуановым, очень доволен Лавровым, доволен МВД Колокольцевым, доволен прокуратурой, доволен Следственным комитетом, там его однокурсник, я напомню, Бастрыкин. А все, чем он недоволен, оно третически перетряхивает. Вот как это сейчас было с Шойгу, надо сказать, что, конечно, он недоволен двумя людьми, Шойгу и Патрушевым, но по-разному недоволен. Конечно, он считает этих двоих ответственностью за свой собственный провал в Украине, Патрушев пообещал, что каждое село вынесет ему кровать на встречу Красной Армии. А, собственно, Шойгу говорил, что Киев за три дня. И вот так вот постепенно реализуется миссия. Блуско всему, Шойгу еще и очень здорово подставил Путин и с Пригожиным. Он мог бы как-то с ним попытаться не так лаяться-то публично и как-то с ним найти общий язык. Из-за этого Пригожин вывел своих головорезов из-под Бахмута и в итоге 50 тысяч человек оказались на свободе. Почти 30 от Пригожина и потом еще 20 от Министерства обороны, которых помиловал Путин. И никто не собирался освобождать от контракта и уводить с линии фронта. Вообще никто не собирался. Но раз они посерлились, то пришлось их выводить. И мятешат из-за Шойгу, в том числе, что он не договорился. И пришлось вот сколько пачкаться и убирать Пригожина. Все из-за Шойгу проклятого. Конечно, Путину не хочется так этим всем заниматься. Патрушев меньше провинился. У него недостаток в среде не было про настроение украинского села. Это все-таки меньше, чем несчастливое преступление Шойгу. Поэтому такое разное наказание. Но Шойгу, конечно, только начал свой путь в ад. А он довольно скоро его пройдет. А Герасимовым тоже Путин доволен? Или почему его не меняют? Ну, я думаю, что Герасимов здесь не первая скрипка. Мне кажется, и Путин тоже так думает. Я думаю, он отдаст эту прерогативу Белогусу. Оставить, не оставить, сработается, не сработается. Так пойдет. Мы с вами неоднократно обсуждали, что существуют разные башни Кремля. И вот Патрушева его всегда, знаете, отправляли к этой компании ястребов, которые топят за войну, которые говорят, что мы еще ничего не начинали и должны всем все показать. Означает ли его увольнение, что сейчас расстановка сил в Кремле поменялась, и какие могут быть последствия? Дело в том, что Белоусов тот еще ястреб. Он очень серьезный ястреб, похлеще еще и Патрушева. Он сторонник войны до победного конца, сторонник перевода экономики на военные рейсы, сторонник того, чтобы называть войну войной, и чтобы война прошла по каждой судьбе по-российской, и что нечего тут сидеть на ПТАшах, и перстыкленная лата, всем на фронт, все для фронта, все для победы. Ну, такой максимал, но при этом он сказал, что не будет мобилизацию объявлять. А зачем? Они вот сейчас тихонечко отменяют законы, вот сейчас, например, отменяется закон по поводу отсрочки и бронирования многодетных отцов от мобилизации. Все, многодетные отцы теперь пойдут как миленькие. Они сейчас потихонечку будут убирать брони, убирать старые законы, которые кого-то защищали, и сейчас все потихонечку пойдут. То, что остался вот этот тренд на назначение своих родственников, однокурсников, одногруппников, и мы видим, что более молодых людей заводят в правительство, и у некоторых даже губернаторов, это такая скамейка запасных, чтобы они там были потом преемниками, или это самые отличившиеся люди, которых нужно было повысить? Да, вы знаете, это очень короткая, конечно, скамейка запасных, и вы знаете, я еще помню, как они еще между собой все женились детьми, когда был у нас генпрокурор Устинов, его сын женился, у него старшая дочь Ресечина, и это было все с самого начала Путина, они как-то все, Татьяна Голикова вышла замуж за министра христианка, в общем, они там как-то все между собой, там как-то что-то там у них у всех случилось, так или иначе, и вот это вот путинское, что родственников, переженившихся, детей, мужей, племянниц, тащить, все, и больше никого, конечно, родной человек Демин, конечно, он охранник, видимо, он был первым говноносцем, видимо, он первый носил чемодан, и, ну как такому человеку в конце концов не посодействовать, ну это родственник, да, таскать чемодан с говном, конечно, родственник, ну конечно, близкий человек, интимный, близкий. По поводу заявлений Путина, он сегодня много чего интересного рассказал и говорит, что планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, говорит, что наступление в Харьковскую область это вина власти Украины и ответ на обстрелы регионов России, утверждает, что россияне добиваются успеха в каждый день и все, как всегда, идет у Путина по плану. Но я так думаю, что Путин неспроста сказал, что наступление на Харьков не планируется после того, когда Зеленский заявил, что врагу не удалось дойти до линии обороны с бетонными укреплениями и вообще линию фронта стабилизировали. Но зачем тогда было и показывать вот это вот наступление и кричать по всем каналам, что они собираются брать Харьков? Я думаю, это связано как раз с назначением Белоусова. Уберет ему возможность сейчас некоторое время войти в тему. А что может быть дальше? Наступление на Харьков. Наступление на Харьков, наступление на Киев, наступление на Одессу. Я думаю, сейчас некоторое время будет некоторый перерыв из-за того, что Белоусов должен как-то очень быстро войти в роль министра обороны. Ну, или у него это не получится, да и может, не получилось, конечно. А дальше будет, конечно, наступление, потому что Путин будет воевать всегда. Не зря он принял кучу законов, которые, собственно, ему позволяют это делать. Он собирается воевать всегда. Он, конечно, будет очень цинично говорить о мире и хотеть перемирия на собственных условиях, разумеется, на собственных условиях, на что, конечно, Украина никогда не пойдет. Может быть, будет достигнут какой-то вариант дорожной карты после швейцарской конференции. Мы еще не знаем, например, будет ли в ней участвовать Китай, а это важно. то есть пока никакой дорожной карты нет, а есть рассуждения о том, как для всех важен мир, но понятно, что Путин хочет просто передышки и перемирия. Никакого мира он на самом деле не хочет. Он хочет Приднестровье, он хочет страны Балтии, он хочет Северный Казахстан и, конечно, он хочет Одессу. Ну, Путин как раз заявил, что он сейчас анализирует, с кем можно иметь дело по отношению к Украине, с кем договариваться, можно мириться и говорит, что в целом база для переговорного процесса существует, это стамбульские договоренности и заявляет, что украинцы вообще рухнули с дуба, потому что не могут победить Россию на поле боя и выдвигают какие-то условия России. Давайте мы послушаем, что он еще сказал. Ну вот мы готовы обсуждать это, потом выбросили это, хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения, не получилось, ну, на те вам теперь наши условия. С дуба рухнули, что ли? С какой стати-то? Значит, безусловно, мы будем исходить из реалий, которая складывается на земле, это само собой разумеется. Вот только о реальности Путин вообще ничего не сказал и забыл уточнить, зачем вообще Россия поперлась в Украину. А что это у него с губами? У него такое ощущение, что у него такой легкий инсульт, он перекошен на одну сторону. Обратите внимание, когда он сейчас вот это все говорил, у него какая, правая сторона застывшая, правая сторона застывшая, а левая подергивается. Такое ощущение, что то ли он плохо летел, то ли плохо спал, в общем, что-то с ним такое. Но то ли просто рожь перекошенная, а то он, когда говорит об Украине, он же просто не может сдержать своих чувств, ну не может. Просто вот просто как кислоту ему в глаза и просто кислоту ему в зубы, в деснах, да, его, конечно, перекашивают. И это, конечно, прелестное, прелестное выражение для человека, который стремится стать мировым лидером и считает себя уж всемирным победителем и лидером, потому что совершенно точно вот это вот с дуба рухнули. Прекрасно, прекрасно. А чего он так уцепился за стамбульские договорённости? Да, это за Минские договорённости он уцепился. То есть, человек, который нарушает прежде всего всё сам, прежде всего Бутапешкин, меморандум, может потом оперировать собственно к чему угодно, что все всё нарушают. Ну, мало кто их читал, надо сказать. В Минске ещё читали, в стамбульске меньше, но и все понимают, что в момент подписания все понимают. Кто и как будет их нарушать? Ну и по сути, в тех стамбульских договорённостях были условия такие, что по сути, капитуляция Украины, там уменьшить войска и остановить всё по линии фронта. Путин ещё заявил, что для России имеет значение вопрос легитимности Зеленского в случае подписания каких-либо документов и говорит, что вопрос легитимности Зеленского имеет значение судьбоносные документы надо подписывать только с легитимными властями. И эту тему сейчас очень качают российские пропагандисты, много ИПСО запускают на украинскую сторону. Но все понимают, что выборы в Украине во время войны невозможны, об этом уже официально все заявили. Так, о чём тогда можно с Путиным говорить и с ним кто будет что подписывать? На самом деле это очень смешно. Абсолютно нелегитимно избранный президент, нелегитимно поменявший Конституцию и не первый раз нелегитимно избирающийся, который вверг свою страну в войну и принимающий абсолютно неконституционные законы, где уже никто не удивляется, что закон имеет обратную силу, например, сегодня все убедились с утра, когда оказалось, что теперь у нас есть ответственность за старые посты в соцсетях, где может быть символика или отсылки на организации признанные потом, спустя десятки лет, может быть, нежелательными или иностранными агентами. Теперь это всё теперь может каждый лык в строку и уже всё только нервно похихикивают, уже просто больше ничего этого нет. И вот абсолютно нелегитимный президент рассказывает нам о нелегитимности Зеленского, да, у него истекает срок полномочий, да, собственно, тысячи раз было всем объяснено, что в военном положении, в воюющей державе не может быть выборов, это же не Россия. Большинство россиян выступает за начало мирных переговоров по Украине, об этом свидетельствует новый опрос Левада-центра, 51% опрошенных выступили за переговоры, 39% за продолжение войны. И ситуация, когда большинство выступает за проведение каких-то переговоров, она сохраняется уже много месяцев, но тут интересно, что сторонников переговоров больше всего во всех возрастных группах, а те, кто топят за войну, это в основном те, кто старше 50 лет, ну, наверное, которых зазомбировали и которые на войну точно не идут, потому что уже возраст не позволяет. При этом подавляющее большинство опрошенных, это 71%, поддержали бы Путина, если бы он решил прекратить войну в Украине на этой неделе. Однако, если людям задавали уточняющий вопрос, что при этом пришлось бы, что при этом бы пришлось вернуть Украине захваченные территории, то большинство, это 60%, выступают против. То есть, все-таки хотят переговоров, но против возвращать Украине ее территории. Почему так? Да, в том числе и дело, в том числе и дело, что пропаганда уже убедила дорогих россиян, а может они сами были убеждены, а может они просто пофигу, да, а мне просто не хочется, не хочется, как, преступника схватили за руку и говорят ему, отдай украиненный кошелек. Говорят, ну не отдай. Ну я же крал, я же рисковал, я же его на свободу рисковал, а вы им сейчас хотите, чтобы я отдал назад, вот сворованное, вот этими руками, да, мозолистыми, вот этим трудом, чтобы я отдал ворованный кошелек, стыда у вас нет. А вот если будут, например, сейчас продолжаться обстрелы российских городов, и это будет набирать какого-то массового характера, может ли эти проценты поменяться в обратную сторону, и россияне будут уже готовы, действительно, Путин отдай Украине ее территорию, но только пускай нас не обстреливают. Знаете, я очень внимательно слежу за белгородскими пабликами, и есть там, конечно, разумные голоса, их очень быстро забивают. Давайте отомстим, давайте им ударим, давайте вот это. Они ничего еще не поняли, они пока ничего не поняли. Они даже не поняли, откуда им прилетело, собственно, разрушенный дом, что это точно, совершенно повторение рязанского гексогена, что прилетело с северо-востока. Там не Украина. Украина в другой стороне, дома. Они даже пока вот до этого не дошло до них. Сегодня была самая массовая атака, 100 украинских дронов атаковали Новороссийск, Туапсе, Курскую область и аннексированный Крым. И многие писали тоже в пабликах, что вот некуда бежать, что вы делаете. Были какие-то возмущения к властям местным, но, как вы думаете, будут ли рано или поздно жаловаться не только местным губернаторам, а и лично Путину? Я думаю, да. Рано или поздно будут. Рано или поздно будут. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Я люблю эти жанры коллективного обращения к Путину. Зачем нас бомбят? Почему нет долгоубежищ? Почему вот это? По-моему, это очень симптоматично. А вот что дальше? Вот люди обратились с видеообращения к Путину. Ракеты продолжают падать, они продолжают оставаться без зарплаты, без домов, без всего. Но дальше что? Вот мне очень интересно, что дальше. Дальше мы еще не сходили. А есть ли вообще куда бежать людям? Власти что-то для этого делают? Именно путинские? Ну, мы с вами видели, как расстелили детей из Белгорода, которых забрали в начале марта, объявив им каникулы, обещали им спортивные лагеря, детские лагеря. В обещании было что-то вроде Артека. Ну, и в итоге они живут в интернатах, в заброшенных лагерях, в чудовищных условиях, забрать их оттуда нельзя. Да и родители боятся, да и куда их везти еще. Тут уже просто детей бросают. Лишь бы только не расстраивать Путина. А то, что он посадить может. Страшно. Зато, как говорил Путин, 8,7% в ВВП на войну, вместо того, чтобы построить больницы, садики и привести все в благополучие какое-то. Ну да, сейчас будет еще больше, потому что в общем власти пришли в новом правительстве с Дом Ястреба. Движение Путь домой. Что-то мы их давно не слышим. Что там происходит? Движение Путь домой в последний раз они были 9 мая слышны довольно громко, когда они выпустили на самом деле серию очень хороших, очень грамотных листовок, где в конце концов все названо своими именами, где Путин кровавый убийца, где война в Украине, где астрона агрессор, все это названо. И с тех пор о них что-то никто не видел, не слышал их. Я надеюсь, что они закончили свои марши пустых кастрюль. Вот эти листовки, они были, да, действительно очень-очень интересные и очень правильные. Все было написано правильно, но дальше девушки исчезли. Не знаю почему. Они у себя в Телеграм-канале пишут, что около недели назад увидели пост исследования МВД, в котором говорится, что путь домой является криминогенным фактором, будто из-за жен мобилизованных повышается рост преступности. Ну да, вот ровно неделю назад как раз, да, 9 мая не последний раз и выступили. Ну я думаю, что их еще не в том обвинят. Я думаю, что их скоро обвинят в иностранном финансировании, в пособочном терроризме, но пусть готовятся теперь как все. Прословно гражданское сознание. За этим следует репрессия. Сюрприз девочки. Ну я думаю, вряд ли они будут сейчас выезжать из страны. Все-таки, может, они повлияют на своих мужей, чтобы они взяли оружие и стали против власти? Ну вот знаете, я сегодня все утро переписывалась с одним бывшим заключенным. Мне было очень интересно, что у людей в голове. Я обычно с ними не переписываюсь. Он год был на передовой, ему обещали, что год будет контракт. Он говорит, меня обманули, не отпустили. Контракт оказался бессрочным, и меня после ранения забирают на передовую. А, я вам сейчас прочитаю, чтобы мне не быть голословной. Я очень много всего нового узнала из этой переписки с ним. Значит, он у нас нашел объявление в Даркнет. По идее, дадут отпуск после ранения. Обратно я не хочу. Есть ли возможность свалить из России во время отпуска и там в Европе губа не дура легализоваться? В Даркнете это под ключ берут 5-7 миллионов рублей. Но таких средств я не имею. Но можно же как-то нелегально наверное пересечь границу. Я пишу, спрашиваю, про ранения на передовой были? Был. Как вы собираетесь жить в любой другой стране после этого? Радно или поздно вас выдадут в Украине. Но может из Гватемала не выдадут. Мне просто конкретно предложили вариант с переездом нелегальным и последующей легализацией в Евросоюзе. Но 50-70 кило евро реально неподъемная сумма. Вот так. Вот так. вот такой еще сейчас бизнес. Бежать очень многие хотят с фронта, очень многие и бегут. Есть организации, которые помогают бежать, например, организация «Дети лесом». Но это скорее для мобилизованных. Очень трудно заниматься, конечно, вот такими людьми, которые год повоевали, а потом у них лапки. И никакого понимания о том, что они совершили, у них нет. И что они подписали контракт. Абсолютно создание какой-то, я не знаю, радужной принцессы. Захотел, подписал, захотел, не подписал, захотел, поехал на войну, захотел, вытаскивайте меня в Европу. С чего? С чего вдруг? На стране вот такие, видите, в услуге предлагают в Даркнете за 70 тысяч долларов перевести, легализовать в Европе. Это, конечно, живойничество, безусловно, никто в Европе его не легализует, но вот такое. Ну так интересно, что вот загнивающий Запад, но давайте меня в Европу еще и на всю жизнь. Да, конечно. И судя по всему, то вот матушка вас рекомендовала, она там смотрит ваш канал, там смотрит, вот еще, наверное, еще и матушку с тобой прихватит. Да, забавно. Да. Ольга, огромное спасибо за то, что вы нашли время для эфира, спасибо за этот разговор, желаю хорошего дня и напомню, что Ольга Романова была с нами на связи. Вы, друзья, поставьте свои лайки, пишите комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание, желаю хороших новостей и берегите себя. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok